Уголовники собирали миллион из детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак следствия и суд силовые структуры. Ноль часов ноль две минуты, 24 декабря 2018 года молчание сирот уголовники собирали миллион из детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак. Кадр, фильм «Мама, я тебя люблю» в Забайкале и перед судом предстала группа молодых уголовников, по версии следствия подсудимые обирали воспитанников детских домов и интернатов, отнимая у них и без того скромные пособия. Дополнительный цинизм этой истории придает тот факт, что руководил молодыми вымогателями местный криминальный авторитет, смотрящий, то есть полномочный представитель воров в законе, а воровские понятия строго-настрого запрещают обижать сирот и отнимать последние. В истории алчных и беспринципных уголовников разбирался корреспондент ленты. Ру Игорь Надеждин. Однажды в Забайкале и те, кто по разным причинам попал в детские дома, почти сразу начинают получать государственную пенсию. Точнее, она поступает на банковские счеты и хранится там до совершеннолетия получателя. Суммы небольшие, чуть больше 10,5 тысяч рублей в месяц. Но эти деньги копятся годами, плюс на них капают проценты и когда детдомовец выходит во взрослую жизнь, то получает довольно приличную сумму. В июне 2015 года об этом почти случайно узнал житель Забайкальского края 22-летний Александр Титов. Сергей Панкратов — старший следователь по особо важным делам Забайкальского управления Следственного комитета России, СКР. Его не волнуют ни подельники, ни близкие, ни потерпевшие. Он не стеснялся обворовывать даже товарищей, по одному из эпизодов похищена была 1,5 миллиона рублей, но подельники Титова были уверены их добычей стали 700 тысяч, которые они поделили поровну. По версии следствия, разницу присвоил именно Титов, проще говоря, скрысятничал. Первые два преступления Титов совершил вдвоем со своим приятелем, ранее несудимым 23-летним Романом Сорокиным. Поначалу он просто рисковал и не думал, как поставить хищение на поток. Однако перед третьим эпизодом Титов отправился к 26-летнему Егору Афанасьеву, смотрящему за Петровск к Забайкальским районам Забайкалья. Афанасьев дал Титову добро на его преступление, а тот взамен пообещал передавать часть выручки в общак. Афанасьев ранее был судим за угон и кражу и отбывал наказание в одной из Забайкальских зон, где близко сошелся с ворами в законе. После освобождения авторитеты поручили ему контролировать Петровск-Забайкальский район, где Афанасьев жил, и он очень гордился своим статусом смотрящего, хотя по сути больше делал вид, чем дело. В «Сиротские тайны» в 2015 году в группировку Александра Титова вошли еще двое молодых людей из Забайкалья, 20-летний Иван Евченко и 18-летний Виктор Боровской. Оба ранее судимые, безработные, физически крепкие и желающие жить богато. Их Титов привлек для силовой поддержки. А чем заниматься, ему вскоре подсказал его товарищ Сорокин, именно он поведал лидеру преступной группы о накоплении в сирот. Фото Валерии Шерифулин, та сам Сорокин узнал о них случайно, в июне 2015 года к нему с просьбой помочь обратилась подруга-сирота, девушка рассказала, что дала знакомой в долг 7 тысяч рублей, но та деньги не отдает. Именно в этот момент Сорокин понял, что дети-сироты имеют счета, суммы на которых исчисляются шестизначными цифрами. Чтобы надавить на должницу, он привлек Александра Титова. Они поговорили с забывчивой подругой, та деньги вернула, но сиротские накопления не давали подельникам покоя. Вскоре Титов аккуратно выяснил, что документы и банковские карточки сирот до их 18-летия хранятся у администрации Деддама, но сразу после совершеннолетия молодые люди получают их на руки. А значит и несут за них ответственность. Первой жертвой Титова и Сорокина стал выпускник Деддама Николай. Из материалов уголовного дела показания потерпевшего Николая, вскоре после моего дня рождения я выходил из общежития, и у входа меня окликнул Роман Сорокин, с которым я был знаком. Вместе с ним был мужчина, которого он представил как Сашу Щедрого, как я потом выяснил, это был Александр Титов. Они вдвоем спросили меня, знаком ли я с таким Самарой, он был моим одноклассником. Я сказал что да, и тогда Щедрый рассказал мне, что Самара хочет отнять у меня все деньги, а они так как живут по понятиям, допустить этого не могут. Я был им очень благодарен. В сетях обмана Титов предложил Николаю пожить у него, якобы для того, чтобы уберечь его от Самары, рассказывает следователь Панкратов. Сирота, всю жизнь проживший в детском доме, конечно же, согласился. В тот же день они переехали в квартиру, где прожили вместе четыре месяца. Причем уже через пару недель перед Николаем разыграли сцену разговора с Самарой, который был абсолютно не в курсе происходящего. Титов и Сорокин отвезли Николая к магазину, где оставили одного, туда должен был подойти Самара. И тот действительно появился и стал настойчиво просить взаймы 10 тысяч, как потом выяснилось, по просьбе Титова. Николай ему также настойчиво отказывал, но тут, как чертики из табакерки, появились Титов и Сорокин. Они набросились на Самару и потребовали, чтобы тот близко не подходил к их другу, сцена была разыграна безукоризненно, сам Самара ничего не понял. И даже кричал, мы с тобой так не договаривались. Но Николай был убежден, что его защитили. Фото, Владимир Смирнов. Та за эти четыре месяца в квартире Титова тот полностью обработал Николая. И однажды попросил у него взаймы 5 тысяч. Так как сирота искренне верил в то, что щедрые сорока, кличка Сорокина, порядочные люди, то он признался, у него на счету есть около миллиона рублей, накопившихся за все время его нахождения в детском доме. Но документы и карточка хранятся у социального педагога. Все вместе они поехали в детский дом, и Николай забрал паспорт и банковскую карту, говорит майор юстиции Панкратов. Потом, в тот же день, Титов и Сорокин возили Николая по городу, снимая в разных отделениях банка деньги небольшими суммами. А вечером Титов под предлогом сохранности забрал у Николая и документы, и все деньги, и даже паспорт. Через несколько дней у щедрого появился автомобиль. А еще через неделю он заявил, что уезжает в Улан-Удэ. Титов рассказал Николаю, что его деньги он якобы вернул на счета, а карточку и паспорт жег для безопасности. Аферист объяснил, мол, восстановишь паспорт, это не проблема, но номер у него будет уже другой. И Николай опять ему поверил, только в ноябре, восстановив документы, он обнаружил, что его счеты пусты. И понял его обманули. Добычей Титова стали 707 тысяч рублей, все, что государство 10 лет выплачивало ставшему сиротой Николаю. Вошли во вкус между первым и вторым преступлением прошло почти полгода. Новой жертвой махинаторов стала девушка Аня та самая, которая просила помочь вернуть долг. Титов и Сорокин пригласили ее в гости, напоили пивом, и взяли якобы поиграть ее телефон. И, пока Сорокин отвлекал Аню, Титов с помощью мобильного банка перевел с ее счетов на свои 878 тысяч 460 рублей. Исчезновение денег девушка обнаружила спустя несколько дней, но все транзакции и совершались с ее аппарата, и доказать хищение в тот момент не удалось. В мае 2016 года выпускник детского дома сирота Александр случайно обмолвился, что у него скоро день рождения. Титов и Сорока предложили отпраздновать этот день и повезли сироту в Улан-Удэ, где к тому времени обосновался Титов и его гражданская жена Рита. Гуляние шло пять дней и за это время Титов смог войти в интернет-банк с телефона Александра, узнать суммы, а позже взять у него карточку и снять с нее все деньги, чуть больше 260 тысяч рублей. Именно от этого преступления смотрящий Афанасьев получил первый взнос в общак. Фото Олег Харсеев, коммерсант Александр обнаружил, что его счеты пусты, только после возвращения в Читу. Так как его родные и брат отбывали срок, он не стал никуда заявлять о произошедшем. В июне 2016 года Титов и Сорокин узнали о конфликте между двумя выпускниками детского дома, в ходе которого один из них, Рахим, предъявил претензии второму, Роману, на 100 тысяч рублей. Под предлогом защиты невиновного Титов и Сорокин вывезли Романа в деревенский дом, где вместе прожили примерно 10 дней. За это время Титов не только пользовался мобильником потерпевшего, но и забрал у него якобы ради сохранности банковскую карту, перед этим подглядев код. Со счетов Романа пропали 519 тысяч 800 рублей. По беспределу похожим способом в августе 2016 года со счета 18-летней Ирины сообщники сняли 216 тысяч рублей, но здесь карту у потерпевшей брали якобы для получения своих денег на чужой счет. Тогда же, в июле-августе 2016 года, Титов и Сорокин обманом выманили 18-летнего выпускника Сергея в Улан-Удэ, где завладели его карты и сняли с нее 1 миллион 528 тысяч рублей. Действовали открыто, пригрозили сироте расправой, если тот хоть кому-нибудь расскажет о произошедшем. В октябре 2016 со счетов еще одного сироты Титов и Сорокин сняли 193 тысячи рублей, также обманом завладев его паспортом и картой. Когда потерпевший обнаружил пропажу, преступники пригрозили ему, заявив, что они смотрящие за общежитием. При этом у жертвы отобрали мобильный телефон, позже этот эпизод войдет в дело, как разбой. В ноябре 2016 года во время празднования дня рождения одного из приятелей Титов и Сорокин из кармана девушки-выпускницы детдома стащили карту и мобильный телефон, а позже похитили с ее счета 670 тысяч рублей. О том, что деньги пропали, потерпевшая узнала только в июле 2017 года, когда решила снять проценты. Во время дня рождения она исчезновения карты не заметила, так как та была в пальто, а пальто висело в прихожей. Тогда же, в ноябре 2016 года, Титов, Евченко и Боровской насильно посадили в свой автомобиль Романа, выпускника детдома, проживавшего в общежитии местного техникума, представились ему братвой и заявили, что ищут среди студентов крысу. Под этим предлогом они привезли его в одну из квартир, где его избили и заставили перевести все деньги со счета. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Оскорбленные тем, что денег так мало, они втроем еще раз избили Романа. Таким же способом в декабре Титов, Евченко и Боровской заставили еще одного сироту на следующий день после его дня рождения перевести все деньги в Боровской общак, чтобы можно было и дальше спокойно жить в Забайкалье, а не бояться ходить по улицам. В итоге в общак ушли 785 тысяч 638 рублей. Бесславный побег Титова задержали полицейские в начале 2017 года по подозрению в краже, лишь после этого стало известно, что он мошенническим путем похищал у сирот деньги. Собственно, стражи порядка обратили внимание на периодически появляющиеся на счетах Титова крупные суммы, проследили, откуда они пришли и установили, что их украли со счетов выпускников детдомов. На первом же допросе в полиции Титов сдал своих подельников и стал рассказывать, кто и чем занимался. Вскоре подозреваемые были задержаны. Сам Титов попросил о досудебном соглашении и ему его утвердили, после чего изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сразу после этого, в мае 2017 года, Титов скрылся, он был в бегах в Бурятии и в Иркутской области, пытался пристроиться к какому-нибудь делу, но безуспешно. В августе 2017 года на машине Титов вернулся в Забайкалье, где его сразу же задержали. Фото, Валерий Шерифулин, ТАСС, с ним на допросах было очень сложно, вспоминает следователь по особо важным делам Панкратов. Он вываливал кучу информации, рассказывая все подряд и что имело отношение к делу, и что не имело. И все время пытался представить себя крутым бандитом. Очень крутым. Но при этом у него не отнимешь, понравиться он умеет. Участники преступной группы Титова обвиняются в 11 эпизодах мошенничества, жертвами которых стали дети-сироты. Общая сумма ущерба чуть меньше 5 миллионов. Причем у 9 из 11 пострадавших счета были вычищены под ноль, их оставили совсем без средств. Следствие было непростым, все до одного потерпевшей напуганы, продолжает собеседник ленты. Ру, нам эксперты порой прямо запрещали проведение очных ставок, так как для юношей и девушек с не самой простой жизненной ситуацией была бы вновь создана психотравмирующая ситуация, результаты которой предсказать невозможно. Был даже риск суицида. Отступник от понятий по версии следствия, организаторами группы являются двое сам Титов и смотрящий Афанасьев. С формальной юридической точки зрения именно они придумывали преступление и руководили действиями остальных. Но сам Афанасьев и на следствии, и в суде всячески пытается принизить собственную роль. Причина проста, он по воровским понятиям здорово накосячил, нарушив одну из главных заповедей не обижать сирых и убогих. Афанасьев, по данным оперативных служб региона, контролировал преступную деятельность в Петровск-Забайкальском районе, то есть был так называемым «смотрящим от воров». Но это обязывало Афанасьева следить, чтобы воровской закон строжайше соблюдался и была справедливость. А обижать сирот вора не могут. Афанасьев же не только закрыл глаза на отступление от понятий, но и сам принял в нем активное участие. По мнению правоохранителей, преступления фигурантов примитивны, как и они сами. Обвиняемые не совершенствовали преступные механизмы, не вкладывали ни во что деньги, а просто отбирали средства у тех, кто не мог сопротивляться или обратиться за защитой. Их жертвами становились самые слабые. К сожалению, вернуть похищенные у сирот деньги вряд ли удастся в полном объеме, а Фанасьев с подельниками активно тратили их на сиюминутные развлечения. У них арестовано имущество всего на 300 тысяч рублей, что даже меньше десятой части отнятого. А воровские понятия не работают тогда, когда надо расставаться со своими деньгами. Воры не будут помогать сиротам. В Забайкале и теперь новые понятия. Обратная связь с отделом силовые структуры, если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайтесь. Игорь Надеждин.